Показать. Алабая. Только сейчас разговаривал с Еремой. Вот он бегает. Смотри, какой сделал. Интересно, такой голенастый, большой. Бегает, играет с батюшкиной ареной. В городе-то вывезти некуда. Да здесь ничего не нужно. Оправилась или никому не решает. Вообще никому. Он какой, на поводочке. Учится командам. И он не просто собачка. Уши начинают подниматься. Лайка. С горного Алтая. Да лопаста ты моя. Да ласка ты моя ласка. Вот на телефон. Телефон. Послушай его. Ну ладно, ладно, ладно. Когда он болел, я сказал, выпустите его. Он найдет травинки поезд. И правда он пошел щипать и выздоровел. Но как его не любить, такого красавца? Вот так. Давай. Вот он какой. Вот они, друзья, настоящие. Главное, это никому не мешается. Никто не закричит. Никто не натравит. Вот. Все, если показать, так... Ну и человек-то неверующий-то. Он ничего этого не имеет. Сказать, в городской-то. А этот, вот он где. Там собака привязана. Да. Еще. Играть охота. Играть охота. Ну, играть. Только к этой пойти. Крайне. Павел туда? Нет, коров встречать. Ааа. Отошел. Хотя наблюдаю за кошкой. Минут пять-десять. Как она терпелива ждет? Шевелится, когда травинка. Чтобы рабоша кошка. До того лаврила. Проводит время. Подняла ногу и отпускает медленно и медленно. Чтобы травинка не шевелить. Рядом бульбой запомнился. А ей даже никакой ножей не пахнет. Так, бульбой запомнился. Ну, пусть работает. А, пусть работает. Проводит время. Проводит время. А теперь вот этот человек Вот так всё это возьмёт Где ноги А потом всё это возьмёт А потом закрываем всё Сейчас свет идёт Вот так вот И очень глубоко Стала появляться вода Теперь я подрешил засыпать это всё Чтобы попало И поверх не опуская нож Вывозить глину туда на трассу Видите сколько Это сейчас мы дополнительную работу делаем Даже никакого внимания кошка не обращает Что я её снимаю Стою рядом Но рядом где клён Она поднял Толи понимает что куда тракт она подойдёт Толи надо какое-то такое Я вижу как она поймала какую-то пташку Проходит маленькое время Воробьёт и опущает Внепрерывно работает И никто её не заставляет Это в неё вложено Богом И она выполняет это Человек никак не может понять Для чего он принял Хоть и лица будешь есть хлеб Какой бы ты специальность не имел Но ты должен работать своими руками Для бы было из чего уделять нуждающимся Руками Руками не только головой Апостол Павел разве не был Гениальным человеком Харифеем мыслью Однако заработал руками Изготовление палаток Хотя и непонятно Шили они в палатке Ткалили Вот стояли над кошками Мне интересно Когда у неё будет прыжок завершающий Вот уткнулась А смотрит В одно место не мигает Хоть голову как наклоняет медленно Вот А Бонгозер своё дело делает Засыпал яму Где стыра было Засыпал яму Засыпал яму Где стыра было Так А там берёзовая роща Вокруг Такая красота не описуемая Здесь стоят огромные-огромные тополя, просто огромные, страшные, втроем приходится обнимать ее. Я возвращаюсь на окошку, она так и сидит, чуть-чуть такое движение головой сделала и все. Она меня даже ни разу не взглянула, а я от нее на расстоянии 2 метра, ближе уже подойти не буду. Ни разу даже не взглянула, что и опасность угрожает. Египетское чудо-совершенство. Да, знать свою цель, бороться с грехом, быть угодным Богу. А вон это появляется, наши ребята. Волода пошел. Легкий сейчас все. Я стою здесь, вот солнце светит, храм, игорево склады, делаем дорогу. Видите, в деревне как все занято, как все соразмерно, что человеку это необходимо. Я пошел хлеб стряпать. Да, я знаю. Давай, ваславу Божию, ногу мы достаем. Вот так. Хлеб стряпать, русские печи. Сами замешивают. Потому что вот бургазеристы обеспечивают. Кто-то сливки, батюшка мясом, любым медом. Кто-то там овощами, яблоками. А пельщик принесли через мину шадриного арбуз. Свой же, кажется, самодельный. Что в нашей деревне? В городе, что я перечисляю, ни у кого ничего нет. Говяжина, рыба. Ну, рыба, правда, купленная. Но от круптосделанных может и своя рыба быть. Еще кошка. А кошка сидит. Сидит. Ой, кто пришел к нам? Ну, давайте. Вчера у нас бульдозер, Бог дал, привезли. А это вот приносит обед Ангелина. Правильно я называю? Ангелина Устинова. Ну, а это Варлам идет. А это у них ягненышек с ними. Вот посмотрите, какая идиллическая картина. Вот так. Вот, это наши кольца. Вот Варлам. Он на деревне. Живут вот тут новоспоселенцы. Вот какая радость ему. Вот так. Ну, маленько споткнулся. Ну, от Алексея Александровича. Вот теперь вот с Потеряевкой знакомится. Ждет заправки, как привезут. Видите, как все охраняем, рассказываем, как все воруют безбожно. Вот. У Сергея вон там две собаки. Одна заняла первое место по Алтаю, а вот ураган стоит. Он чемпион России по двоеборью. Защитная караульная служба. Вот он помогает. Сережина машина. Вот она написана, дрессировка собак. И вот если Бог даст, чтобы сохранить нам и комбайны, и не слили горючее, то под окном здесь находятся в нашей гостинице. Господь так все сделал. Вчера мы увидели, что Господь услышал нашу молитву и все по-хорошему. Слава Богу. А мы уже только что там были и смотрели. Не смотрели, а пройдите с той стороны, вылезьте. Идите, пожалуйста. Это мы делали. Она была почти забита. Потом вы будете вспоминать, когда будете взрослые. Скажите, у тебя наша Анфисина мама, говорит, мы там прятались от уроков еще. Здесь все забито было. А-то киркой долбили. Володя и Никита. Это большая работа проделана. И потом вы можете говорить, я не просто видела, а я была, я прошла по ней. Потихоньку. Ничего не задевайте. О-о-о. Вот они где. О-о-о. Вот теперь вы можете сказать, что вы видели и прошли под землей. Видите, сколько мы нагородили тут, укрепляли. Вот сейчас будем поднимать дорогу, чтобы грязи никогда не было у вас. Центральная улица Мария Лапкина. И вдруг ее проехать-то невозможно. Посмотрите, какая грязюка здесь. Вообще, даже сказать нельзя. Я не знала. Ну, вам там видели, как они работают? Да. Большая работа? Да. Да, очень. Там очень красиво. Красиво, вот именно. Такой пруд загубили. Он же был нормальный пруд, хороший. Ну, эти годы, все тут говорить. Полвека больше. Им не занимались. Здесь зимой должны все убрать эти деревья. Вот вокруг, которые большие. Вот видишь, он у нас зашел на нашу площадку. И вот видите, как это выдрал какие-то. Посмотрите, зайдите сюда. Вон корни какие. Вот сюда зайдите. Вот. Проходите. И вон туда загляните. Вон корни какие он выдрал он. Смотри. Вон, видишь? Вот это место, очень удобно. Участок. Думаем, обипеху здесь посадить и смородину засадить. Вот здесь вот. Вот так. Видите, сколько? Человек облагораживает все. Сколько дров-то, смотрите, наготовили-то. А сколько? А листья таскают. Это хворост. А листья-то отдельно. Вон, кучами навалены. А вот это место-то расчистили как? Под метелку. А там вообще зайти нельзя было. И тут посмотрите, какая просека. Вот. А Бульгазерис свое дело знает. Смотри-ка на речку. А куда будет вода утекать отсюда? Вот смотри. Ты видишь, какая просека? Да. Выходит. А за ней там красивые березы, как роща начинается. Вода куда будет утекать? Давай посмотрим. Вот. Вот смотри. Когда здесь поднимется трасса кверху, вот здесь вот. Она вот такая будет, высокая дорога. Ага. Вот это кювет. Вот сделали кювет. Вот это вот кювет. По кювету. Вот посмотрите, сколько листьев здесь. Мы вот это подметали все граблями. Вот. Куча. Видишь? Да. Вторая куча. А вон третья куча. А вон там четвертая. Здесь вообще шагнуть нельзя было. И посмотри, сколько этих. Каждый ветка к ветке. Да. Вы сейчас там увидите. Вот он приехал вчера только и обратно. Только то, что приехал. 20 тысяч. А как? Техника. А, посмотрел, как тут все надо делать. Его звать? Алексей Александрович Сашенко. Мы попросили Бога, чтобы Бог дал хорошего. Ну, видно, он такой мастер. Нож чуть колебнется, но уже чувствует его. Это искусство. Большое искусство. И люди, которые ценят. И я инженер. Но инженер-то и хорошо. Это прекрасно. Но кто будет делать такую вот работу грязную? Ну, куда будет текать вода? В пруд? Там это пруд, само собой. А здесь вода просто уходить будет весной. А куда она будет уходить? В трубу. А из трубы в пруд? Из трубы она оттуда выходит и дальше в пруд. А теперь там на платине мы будем делать большой спуск. Досками регулировать. Поднимать, как на том пруду. А там этот пруд будем поднимать еще выше. Это все озеро будет. А мусор с леса, ну, ветки там, листья всякие, не будут додеть через трубу в пруд? Ну, вот мы и убираем, чтобы не тянуло ничего. Видишь, закрыли. Весной надо будет смотреть за этим. Смотри, не упади. Аккуратно пройдите. Там такая красивая местность. Это мы пробили. Это бывшая просека. И вот, смотрите, тут яма одна. Я спрашиваю, какое происхождение этой ямы? Вот вы остановитесь, гляньте влево. Вот давайте рассудим так. Яма внутри фактически деревни. Деревня была дальше. Недалеко от людей. Здесь, видимо, в войну прятались дезертиры, которые от войны ушли. И они были около дома рядом. А зачем же здесь? Здесь покрыто было, они здесь и были. Я даже знаю имена их. Вот и дальше выйдете, и направо гляньте, какая там красота. Вот давайте глянем. Вот там и прошли. Видишь, все? Отпилили с Володей. Вот. И вот как только сюда выйдете, вы сразу увидите другой климат. Вот мы так убрали. Вот, видишь, пилили, уносили. И это не для чего. Чтобы только людям можно было пройти и посмотреть. И смотри, первые березки. Красавицы. Это все около барабашей. Самое красивое место в деревне, это вот это место. И вот налево гляньте, какие березки в ряд. Сразу кончаются клены и начинаются березы. А там сады. Красиво. Очень даже. Какая площадка. А представь весной, когда засветает. Вы теперь можете свободно сюда заходить по этому тоннелю. Вот, смотрите. Это просека сделана. С учителями поговорите. Скажи, пойдемте урок ботаники проходить здесь. Здесь разные растения. Видимо, и клубника вот здесь подальше растет. Это все открылось благодаря труду. Не работали бы, ничего этого не было. Кому-то это не надо. Да зачем это? А мы так не можем рассуждать. Все, все нужно. Вот шофер работает. За каждый час полторы тысячи. Это вот Господь благословил нас начать эту работу. Мы даже с детским лагерем приходили на платину и убирали много. Ну, а потом ваш папа вот приходил, пилил Андрей Александрович. Вот так. Александр Ильич того, этот... Да, Андрей, это Александрович. Владимир Владимирович. А Владимир Александрович... Вот мы снова выходим на трассу. Потихоньку. Это наши школьники. Василиса. Вот идет. Анфиса. И Иеремия. Видите, какие у нас имена чудные все. Не то, что там Манька-Ванька. Называют по календарю. Имена просто песни. Одно имя, что значит. Красиво. Так, на дорогу осторожно не заходить. Там грязь. Вон там найдите сухое место. Иеремия ловкая. Видишь, как он перескочил? А я могу заткнуться. Вот у вас хорошая экскурсия. Памятная. Запишите ее в дневнике себе. О, какая работа идет, Анфиса. Ваш дядя, этот, Алеша, познакомится. Нет, обошли. Рябья нету тут. Ну как? Все? Все? Все. Продолжение следует...